Приветствую вас! Ну, конечно, надо бы лучше немножко понимать, какой мужчина. Да, то есть, вот, то, что ему 55 лет, и то, что он вам понравился по фото, это ещё ничего не значит. То есть, если вы хотите произвести на него положительное впечатление, да, я вас в этом хорошо понимаю, то нужно, конечно, больше информации о нём. И о вас, и о вас. Возможно, вы чересчур торопитесь со встречей. То есть, встречи, вот именно со встречей, торопиться, на мой взгляд, не стоит. Никак. Вот. То есть, тут нужно пообщаться, повзновать друг друга, посмотреть, как чего, как почему, вот, и так далее. Ну, как-то вот получше поисследовать этот вопрос. Вот. Ага. Но, однозначно, что можно сказать. Вести себя нужно спокойно, вести себя нужно выдержанно, вести себя нужно неторопливо, вести себя нужно с достоинством. И обращать внимание на то, что вы говорите. То есть, мужчинам, зрелым мужчинам нравится, когда женщина производит впечатление стабильности, производит впечатление серьёзности, когда женщина представляет из себя, из себя недостаточную личность, когда она, когда в ней чувствуется загадка, когда она не торопится, когда она уверена в себе и так далее. Вот. То есть, если вы хотите его впечатлить, то вам нужно сделать именно это. Именно это, именно так себя вести. Это я вот в общих, в общих чертах это сказал. Конечно, это очень, очень, очень общие черты. Очень. Вот. Но, тем не менее, информации больше нет, поэтому даю ответ именно такой. Но, с другой стороны, с другой стороны, если вы хотите серьёзных отношений с мужчиной, если вы не желаете тратить своё время впустую, то лучше для вас, возможно, будет быть самой собой. Вот. То есть, да, если вы будете вести себя каким-то определённым образом, ну, возможно, вы произведёте на него впечатление, хорошее впечатление. Вот. Возможно, он как-то вас действительно заметит, как-то вы ему понравитесь. Но, если всё, что вы ему покажете, будет не связано с вами напрямую, да, то есть, если вот вы будете вести себя как-то это будет игра, и это не будете вы настоящей, то в будущем могут возникнуть проблемы, ссоры, и недопонимания, и разочарования. Вот. Понимаете? Поэтому, вот, в принципе, тут вы уже сами определитесь, да, то есть, если вы хотите просто отношения любовников, да, то есть, ну, отношения для секса, то, возможно, стоит и поиграть. Если вы хотите серьёзных отношений, то, возможно, стоит сразу быть само собой и показать ему, что вы за человек, чтобы он уже выбирал. Либо хочется быть с вами, либо нет. Ну, вот. Если для вас первоочерёдные всё-таки именно интимные отношения, то вы можете вначале поиграть, а потом постепенно, постепенно раскрываться, как личность, да, то есть, не бояться показывать свои какие-то стороны, не бояться проявлять свои желания, ну, и чтобы мужчина видел, видела, какая вы, да, чтобы он не видел только образ. Вот это, в принципе, то, что можно вам порекомендовать. Немного жаль, что вы задаёте платный вопрос, но при этом так мало информации предлагаете для анализа, да, то есть, вот, например, вы пишите, что мне было до меня 34 года, а всё время были партнёры моего возраста или плюс-минус 2 года. Обратите внимание, что отношения с мужчинами у вас по какой-то причине не складываются, да, вот. Возможно, здесь имеет место страх близости, страх замужества, вот, может быть страх быть бросен, ну, то есть, по какой-то причине у вас отношения не складываются, вот. Обратите внимание, что вы заметили мужчину в Фейсбуке, да, то есть, в социальной сети, не в реальной жизни. Исходя из этого, можно, значит, задать вам вопрос, на основании чего вы выстраиваете отношения с мужчинами, то есть, как вы их выстраиваете, вот, то есть, что является фундаментом для ваших отношений с мужчинами. И не потому ли они у вас не складываются, что фундамент недостаточно крепкий. Дальше. Обратите внимание, что мужчина вам понравился по фото, то есть, только чисто внешне. Вот. И обратите внимание, что, эээ, что вы обращаете внимание на возраст. То есть, то, что вот ему 55 лет, а вам 34 года. То есть, возраст для вас имеет определенное значение. Поскольку возраст, это всегда стереотипное восприятие, вот, то к нему стоит отназиться очень осторожно. Как вы воспринимаете свой возраст, как вы воспринимаете возраст своего партнера, что для вас значит ваш возраст, что для вас значит возраст партнера. Вот это все нужно разбирать. Для того, чтобы четко понимать, что вы хотите. Вот. Можно, конечно, идти дальше и предполагать по, эээ, историю вашей семьи, да, то есть, что вас там не складывалось, но, наоборот, у вас, эээ, не такой, а заниматься диким психоанализом я не хочу. Вот. Поэтому, соответственно, вот такая история. В идеале вам нужно разобрать все эти моменты, определиться со своими целями, и тогда уже вы сможете наиболее свободно раскрыться перед мужчиной. Вот. Возможно, потребуются некоторые навыки, навыки, некоторая тренировка, для того чтобы вести себя соответствующим образом, что можно сделать, в принципе, будет перед зеркалом. Ничего страшного здесь нет. Это уже зависит от того, насколько вы серьезно настроены. Вот. Ну, эээ, еще раз, ээ, хотелось бы обратить ваше внимание, что вы предлагаете давать, эээ, советы психологам-мужчинам почти вслепую. То есть каждый будет давать советы, если, если будет давать советы, исходя из своих предпочтений, исходя из своих взглядов. А нужно понять мужчину, нужно понять, что ему нравится. Поэтому так важно, чтобы вы, возможно, не торопились со встречей. Не затягивали ее, но и не торопились. А, возможно, если вы обратите внимание на те аспекты, которые я забронул, то вам и не захочется с ним вообще встречаться. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.